В эфире Одиссея, программа о туризме и о мире, который нас окружает. Известно, что многие страны активно используют возможности профильных выставок, ярмарок и презентаций для того, чтобы впервые рассказать или в очередной раз напомнить о себе. Это и понятно, ведь именно развитие внутреннего туризма обеспечивает странам, территориям, городам поступление тех самых инвестиций, о которых так много говорят. Люди посещают разные места еще с давних пор. Военные кампании, религиозные миссии, межнациональные браки, иное образование, что хотите, примеров много. Все это затем трансформировалось в чисто познавательное, а потом и весьма прибыльное дело в организацию въездного и внутреннего туризма. Для тех, кто не знает, приведем один пример, а кто знает, не лишним будет напомнить. Когда, допустим, хабаровчанин отправляется в Китай, скажем, в Харбин по турпутевке, он выезжает в другую страну. Это пример выездного туризма, из дома в другое место. Когда, например, китаец приезжает по турпутевке в Хабаровск, это пример туризма въездного, это когда к нам в гости. Для любой экономики, от самой маленькой, например, поселения в Хабаровском крае, до самой большой, например, экономики России, важен именно туризм въездной, потому что он обеспечивает приток денежных средств на территорию. Это когда наши гости пользуются услугами местной экономики – общепитом, транспортом, связью, досугом. Спрос на эти услуги открывает новые рабочие места, формирует налоговые отчисления и направляет доходы в социальную сферу. То есть понятно, что внутренний туризм, каким бы красивым и заманчивым ни был его фасад, например, от путешествия в мир тысячи и одной ночи на юге до любования северным сиянием на севере – это отрасль экономики. Это та сфера, которая не только наполняет государственную казну, но и в ряде стран попросту ее формирует. Обеспечить себе приток туристов – значит обеспечить себе приток финансов. В таком вселенском муравейнике, как, например, Азиатско-Тихоокеанский регион, куда, кстати сказать, географически входит и российский Дальний Восток, не заниматься въездным туризмом, себя не уважать. Хабаровский край, он позиционируется больше в плане природы и этнографии. А это у нас вся составляющая, конечно же, находится в муниципальных районах. И поэтому сегодня одна из главных задач – это принятие программ фрайонного уровня на развитие. И мы сегодня, слава богу, что у нас в главы это понимают, и они понимают другое, что сегодня часть экономики и часть краевого бюджета, и часть внутреннего резерва будет израсходована и на их территорию. То есть они начинают себя чувствовать хозяевами, которые приглашают гостей, которые ждут гостей. Это значит, они покосят траву, они выровняют заборчик, они подделывают фасады, они предметно наполнят свой район, свои поселения тем, что сегодня волнует туристов, потому что не хочется выглядеть бледно. В своем интервью нашей программе министр культуры Хабаровского края Александр Федосов подчеркнул три составляющие развития въездного и внутреннего туризма. Напомним, что на территории Хабаровского края Министерство культуры развивает туристическую отрасль в лице Управления по туризму, входящему в состав министерства. Специалисты управления разработали уникальный продукт – тематические экспертные туры по Хабаровскому краю. Соединив воедино географию, историю, культуру, древность, современность и еще много аспектов краевого характера, сегодня есть инструмент реального продвижения интересов внутреннего и въездного туризма Хабаровского края. Надо сказать, что прежде всего такой продукт имеет первостепенное значение для профессиональных участников рынка туризма, операторов и агентов этого рынка. Но не только. В турах принимают участие сотрудники музеев, руководители предприятий сервиса, представители медиа. В прошлом году провели выездной тур для операторов и руководителей туристических организаций в Нанайском районе. В этом году мы проведем вот такой же тур в районе имени Лозо, потому что сегодня есть предприниматели, которые готовы вкладывать свои средства в развитие туристической инфраструктуры. И самое главное, что мы будем находить возможности их поддержки. Потому что одно дело – давайте, ребята, вкладывайте в туристическую отрасль, а другой рукой хлопает их, увеличив арендную плату, увеличив их же расходы. Нет. Мы сегодня в тесном контакте с главами, в тесном контакте с руководителями этих туристических организаций, с предпринимателями, бизнесменами. И мы работаем как раз в развитии уже внутреннего потенциала туристической направленности именно в муниципальных образованиях Хабаровского края. Что конкретно, по мнению министра, может продвигать интересы края в организации въездного и внутреннего туризма? Да, еще для справки. Внутренний туризм – это когда житель, например, Владивостока приезжает на выходные в Хабаровск. И наоборот. Так что же? Прежде всего, разработка местных программ развития туризма на местах. Это первое. Поддержка уже созданных центров и очагов развития внутреннего и въездного туризма. Это второе. Грамотный пиар Хабаровского края как одного из туристических центров России в мировом медиаполе. Это третье. Задачи, как видно, серьезные, но выполнимые. Если учесть, что за прошлый год в экономику края от развития въездного и внутреннего туризма поступило порядка 200 миллионов рублей в виде инвестиций, значит есть бизнес, есть предприниматели, которым надо создавать комфортные условия на местах для того, чтобы они создавали комфортную среду для привлечения иностранных и отечественных туристов. Если учесть, что в январе текущего года Хабаровский край принимал участие в крупнейшей туристической выставке в Нью-Йорке в составе объединенного российского экспо-места, значит можно сказать, что такая организация, как Ростуризм, выбрала Хабаровский край в качестве надежного делового партнера, и следовательно, можно пользоваться ее возможностями для пиара о Хабаровском крае во всем мире. Можно развивать бренд края как многонационального, комфортного и безопасного места в России, а комфорт и безопасность – это для туристов из-за рубежа и особенно из развитых стран два основополагающих фактора в пользу приезда. В конце концов, можно просто начать оглядываться вокруг и интересоваться, а что такого есть в Хабаровском крае, что можно здесь посмотреть и где отдохнуть, и почему сюда должны приезжать туристы. Вот это чтоосте, что перев dort В store есть военные, красивых карт, видите это много фигурных celebrated, мы вид first visited, мыראим музея. Есть много оранжет для хабаровским, для людей д一定 надо flowersать вам. Да, мы сказали, что, denkemos к этой АWABаровским, говорил им нам Matthares и железу о их деhui – аргalling какие-то forkам и об этом, ENSrices работающиеruck, песни, музыку, anatomy звуки, ох Sul dengan esqueц, Все эти идеи, что мы можем сделать, чтобы поменять идеи. Безусловно, культура, язык. Мы бы хотели бы иметь Хабарску прийти к нашей городе и дать им все же вещи, прекрасная госпитальность вы даете нам. В пакет-туре. Вы можете видеть немного Чина, немного Руссия. Да, больше всего города, больше всего культура. Я думаю, это будет работать. Сегодня та политика, которая сегодня поддерживается губернатором и проводится это в плане укрепления национальных отношений, она сегодня очень важна, потому что мы помним, что на территории края проживает более 140 национальностей, из них 8 этносов коренных малочисленных народов Севера. И слава Богу, что мы живем все в мире и согласен. Так вот, как раз вот эту составляющую мы сегодня должны показывать, мы об этом сегодня должны говорить. И скажу, что в этом году запланировано 5 презентаций. Это Германия, это Корея, Япония, Китай. Вот это уже в Нью-Йорке, это шестая уже презентация. Я думаю, что этого мало, потому что мы должны, наверное, ежеквартально рассказывать, приглашать, потому что действительно у нас уникальный край. И я еще раз говорю, что вот в контексте тех посланий, тех указов президента, тех поручений представителя правительства, о том, что внутренний туризм нуждается сегодня в развитии. Среди этнокультурного потенциала Хабаровского края настоящую сокровищницу такого представляют традиции и обычаи коренных этносов. Народ реки Нани или Нанайцы один из таких малочисленных народов. В селении Сикачи-Алян учитель истории и сотрудник филиала Градековского музея Светлана Анненко рассказала о том, как впервые на земле появились шаманы. Разумеется, рассказала, опираясь на древние мифы и легенды своего народа. И однажды в роду Самар умер молодой человек. Его родственники отвезли с Арства Абуни, но он постоянно возвращался. И в конце концов отец решил сам отвезти душу своего сына в Сарство Амертвых Абуни. Он положил на нарты и повез. Приехал в Сарство Абуни, смотрит, ворота закрыты, высокие стены, никак не перекинешь. И решил он разобрать стены. А стены состояли из камней. Вот он разламывал эти камни, валуны и в конце концов сделал отверстие. Затолкал нарты с духом своего сына и решил заделать дырку. Ну, мы всегда знаем, когда заделывают дырки, остаются детали почему-то лишние. И вот эти лишние валуны он собрал себе в котомку и решил рассмотреть дома. Когда он вернулся на землю, вошел в жилище и развязал котомку и хотел рассмотреть, что же из себя представляют эти камни. А камни стали подпрыгивать и падать на землю и превращались в шаманов. Маленькие превращались в простых шаманов, большие в могущественных шаманов. Так на земле появились шаманы. Именно шаманы стали совершать обряды. Удивительный факт. В представлении о том, как устроен мир, нанайцы имеют схожие мифологические мотивы с другими древними системами, например, с германо-скандинавским эпосом. И в том и в другом случае стержневой основой мироздания является дерево, которое корнями уходит в подземный мир, кроной упирается в мир небесный, а ствол пронзает разные миры, населенные людьми, великанами, богами и другими героями древних мифов и легенд. В представлении древних обитателей земли должен был быть некто, кто соединяет разные миры. Например, в далекие времена человечество делило мир на две части. Мир деревни – это все, что было связано с жизнью людей, их бытом, нравом, укладом. И мир леса – это все, что людям было неведомо и неизвестно. На границе этих двух миров жил Трикстер – тот, кто мог перемещаться из одного мира в другой. Трикстер и есть тот основной персонаж древнего мира. Трикстер – то же самое, что и шаман. Шаманизм является одной из первых космологических систем познания мира и, как видно, древние представления о мире универсальны. Не только в Северной или Южной Америке, не только в Европе, но и на берегах Амура шаман играл исключительную роль в древнем мире человека. А в ряде случаев продолжает играть и сегодня, в том числе и для привлечения туристов на места. Северной Америке Северной Америке Северной Америке Северной Америке Северной Америке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В следующих выпусках программы продолжение знакомства с природным и этнокультурным потенциалом Хабаровского края. Смотрите и познавайте этот мир вместе с программой Одиссея на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok